предать сатане человека поведение церкви за что такое наказание мир вам братья сестры приветствую вас на блоге виктора буслова познание когда нам нужно подписать какие-либо документы мы идем в нужный офис и делаем все что хотим кричим рассказываем что делать учим там сотрудников работать конечно нет мы можем сказать против только тогда когда видим нарушение своих прав но в каждом учреждении есть свои правила поведения как для сотрудников так и для посетителей так друзья а поведение церкви допустительно ли делать все что нам посетителям хочется оказывается нет и даже есть такое выражение предать сатане за что такое наказание бытует мнение что человек может и сам решает будет он ходить церковь или нет часто этот выбор переходит и в неправильное понимание что человек ведет себя в церкви как хочет он если церковь долго терпит человеку это не значит что она беспомощна есть власть церкви церкви христовой тело христового семьи христовой на земле правду говоря этот путь предупреждение тем кто считает церковь безвольной и слабой как иисус христос его поведение среди людей объяснялась долготерпение а долготерпение от любви к человеку разумеется так и церковь сегодня ее поведение среди людей объясняется долготерпением а долготерпение от любви к человеку той любви которая излита Духом Святым в сердце верующего в Иисуса Христа человека. За Иисуса Христа заступался Бог. Как за Иисуса Христа заступался Бог, так и сегодня за церковь, и все, что там происходит, заступается Иисус Христос. Придет время, Господь придет, не зовите ей Маши, Господь придет за церковью Своею. И сейчас церковь сегодня полностью под контролем Господа Иисуса Христа. Вообще эта тема очень большая, поэтому она разбита на 4 подкаста, следующих один за другим. Первое видео говорило о силе и свойстве церкви Христа. Второе – о первых двух типах поведения, за которые есть наказание от Бога. Сейчас мы говорим о третьем пункте поведения. Это неправильное поведение в общине церкви. В этом видео мы обсуждаем важность правильного поведения церкви и то, как оно может повлиять на связь с Богом. Узнайте, какие действия могут привести к наказанию, предать человека сатане и обретению свободы и здоровья через правильное поведение. Подпишитесь на более глубокий контент о поведении церкви и духовном росте. Церковь Христа. Четыре отличия. С вашего позволения, немного, кратко, вспомним предыдущие подкасты. И первое – это Церковь Христа. Четыре отличия. Первое – Церковь создается Иисусом Христом. Второе – врата ада не одолеют ее. Третье – дети Божьи молятся, освобождают, исцеляют. Четвертое – ключи Царства Небесного. Это первый подкаст. Злоупотребление долготерпением. Посмотрим, что будет с теми, кто злоупотребляет в гостеприимственном церкви. Посмотрим на четыре типа неправильного поведения, за которые наказывает Бог. Стоит отметить, не люди наказывают. Это делает Бог. Четыре типа неправильного поведения в церкви, за которые наказывает Бог. Первое – отношение к причастию. Второе – отношение с сестрами и братьями. Третье – неправильное поведение. Четвертое – таинство церкви за деньги, неправедным путем. Во-первых, неправильное причастие и следствие – это немощи, болезни и смерть. Рассуждать о теле Христовом. Друзья, нужно быть очень внимательным к церкви, телу Христовому, семье Господа на земле, к тем, с кем ты рядом, с теми, за кого пострадал Христос. Последствия не в следующей жизни, но и в этой немощи, болезни. И немало умирает. Друзья, немало. Немало умирает. Немало. И это говорил, писал апостол Павел, который видел такое стенок церквей. Быть в мире с людьми. Во-вторых, если обижаешь или сделал грех против брата своего. Тут Иисус Христос не пастор, не пресвитер, не сосед по стулу в собрании. Этому учит сам Господь. Если же согрешил против тебя брат твой. Это о взаимоотношениях в церкви. Если вас кто-либо обидел, нужно сказать ему. Смотрите, друзья. Тут ответственность лежит на двоих. Во-первых, кого обидели. Во-вторых, кто обидел. Но не в этом дело, друзья. Я хотел выделить вот что. Посмотрите, насколько Господь ценит членство в церкви. Может, мы что-то не понимаем. Когда Господь говорит про причастие. Что многие болеют и умирают. Наверное, мы полностью не осознаем, насколько сильно быть членом церкви. Принимать причастие. Что наказание от Господа – это быть исключенным. Быть отстраненным от тела Христового. А вы сейчас являетесь членом вашей церкви? Если да, поставьте лайк. Поведение церкви или неправильность жизни членов общения. В-третьих, неправильное поведение членов церкви. Мы уже узнали о взгляде Господа, о чистоте членства в церкви. Посмотрим, что говорит об этом апостол Павел. Друзья, как вы думаете, апостол Павел для нас – авторитет о жизни в церкви? Да. Он сам открывал первой церкви. В своей миссии про возглашение Благой Вести об Иисусе Христе Павел основал церкви в Галатии, Филиппах, Фессалонике, Коринфе и Ефесе. Откроем послание апостола Павла, 1 Коринфянам, 5 глава, стихи с 1 по 6. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа, общении с моим духом силы Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. «Нечем вам хвалиться. Разве вы не знаете, что малость закваска квасит все тесто?» 1 Коринфянам, 5 глава, стихи с 1 по 6. «Да, там произошел грех. Он был так долго, что даже Павел, находясь в отдалении, услышал про это. Там произошло неправильное отношение ко греху. Там возгордились вместо того, чтобы плакать. Гордость вместо плача. Поведение церкви, чтобы был спасен. Посмотрим реакцию Павла. «Изъят был и среди вас, сделавший такое дело». Давайте посмотрим современный перевод этого второго стиха. «А вы возгордились. Не следует ли вам вместо этого опечалиться и исключить из вашего общения человека, который сделал такое дело?» «То есть исключить из общения. И будет он вам как язычник». «Они принимали причастие вместе со всеми, будучи в грехе. Как они размышляли о теле Христовом, будучи в блудодеянии?» «Они каявшись, а наоборот оправдывая и восхваляя». «То есть люди делали грех. Остальные узнали об этом. И они не то, чтобы оставить». «Они не хотели каяться в грехе. Начали наоборот оправдывать. И чтобы утвердить свой грех, начали восхвалять его. Такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников». Стих 2. «Возгордились». «Какое искажение, извращение ума, мысли?» Но что это значит? Посмотрим на точку зрения Павла. Стих 5. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Обратим внимание, что Павел говорит, что происходит с теми, кого исключают из общения церкви. «Во-первых, предать сатане. Во-вторых, во измождение плоти. В-третьих, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. «Предать сатане во измождение плоти». «То есть человек остается незащищенным, открытым перед сатаной. Он делает все, что хочет с ним и его жизнью. Как это страшно, познать Бога, Его благость и милость. Его благодать во Христе Иисусе. Освободиться с закона греха и смерти. А жить в законе духа жизни и все это потерять. В один миг, дабы изъят был и среди вас, сделавший такое дело. Быть изъятым из общества, из общения святых». Как не хочется это слышать про себя. Это страшно. Так, друзья? Если вы согласны со мной, что страшно быть отлученным от благодати Божьей, поставьте лайк. Давайте подумаем, представим. Нам страшно быть отлученным, когда мы познали Бога. А теперь представьте, как живут люди без Бога. То есть никогда не познав Его. Да и то, что мы считаем страшным, для них это повседневность. Поэтому Бог говорит нам нести Евангелие. А вы рассказали Евангелие всем вашим ближним? Если да, поставьте лайк. Да. Быть изъятым из среды общения, отлученным от общения, отлученным от церкви – это быть преданным сатане. Что значит жить под властью сатаны? Что происходит, когда человека отлучают от церкви, от общения святых? Стих 5. Предать сатане во измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Откроем послание апостола Павла, 1 Коринфянам 5 глава. Стих 5. Предать сатане во измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Измождение плоти. Что это такое? Человека отлучают от общения, членства церкви, и в его жизнь приходит полновластно сатана. Властвует измождением плоти. Другой перевод этого стиха. Вы должны предать этого человека сатане, чтобы его тело было сокрушено. Его тело будет сокрушено. Неминуемую погибель плоти, поражение старого естества, уничтожена греховная природа. Новый русский перевод. Это 1 Коринфянам 5 глава, 5 стих. Вы должны предать этого человека сатане, чтобы его тело было сокрушено ради спасения его духа в день Господа. Да, помним. Помним про причастие. Неразмышление о теле Христовом. Немощи, болезни, смерть. Если противится церкви и обижают сестер, братьев, будет как язычник или мытарь. И если противимся в грехе, исключить из общения, предать тело сатане. Отдать на растерзание или помиловать. Но какие наши побуждения? Нам вроде бы очень жаль такого человека, если он согрешил. И как такого отлучать? Давайте посмотрим цель отлучения. Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы дух был спасен. Цель – спасение духа. И это делается для спасения духа и ради этого человека. Спасение. Когда будет? Здесь упоминается день Господа нашего Иисуса Христа. Помним, как язычник или мытарь покаяться может всегда. Также и день Господа – это второе пришествие Христа на землю. Когда все будут давать отчет. И будет смена старого мира на новый, под главенством Господа. Почему-то Господь дает им второй шанс. Скорее для их плоти, но для их духа. Зачем исключать, чтобы был спасен? Если не исключить, так и умрет во грехе и не получит спасения в день Господа. Ну, что теперь все будем налево и направо исключать из церкви, общения? Конечно, нет. Сильная церковь любовью Божией. Все это написано не для страха. Для того, чтобы мы не оберегались от ошибок по отношению к церкви, телу Христовому, семьи Христовой на земле. Кажущая слабость церкви сегодня – это не слабость и безвольность. Это сильная церковь любовью Божьей. Она и члены ее находятся в постоянной защите Бога. Церковь Бог не позволяет обижать или обманывать. Будем в этом очень осторожны. Ну, что теперь будем всех налево и направо исключать из церкви, из общения? Конечно, нет. И в следующем подкасте мы увидим и мы поговорим о том, какие признаки у человека, который находится в упорстве, и кто может быть исключен. Однако, эта тема очень большая, поэтому она разбита на четыре подкаста, следующих один за другим. Первое видео говорило о силе и свойстве церкви Христа. Второе – о первых двух типах поведения, за которые есть наказание от Бога. Сейчас мы говорим о третьем пункте поведения. Причем, это неправильное поведение в общине церкви. И есть следующее несколько. Друзья, помолитесь сейчас Богу и поблагодарите Его за Его церковь и ваше общение. Это дар нам от Него. Прямо сейчас помолитесь, поблагодарите Отца Небесного. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит апостол Павел Иисус о современной церкви и поведении в ней. Более того, мы еще много будем говорить на теме Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Когда вы ставите «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, разумеется, вы помогаете служению, спасению и распространению Слова Божьего. Аминь.